Всем доброе утро, добрый день. Сегодня Алексей Копогородский в необычной для себя роли проводит экскурсию по центру города для журналистов федеральных, региональных и местных СМИ. Побуду немного вашим гидом. Для меня это тоже впервой. Город знаем хорошо, но в роли гида выступаем сегодня первый раз. Мэр Сочи рассказывает историю парка Ривьера, в том числе и о том, как изменился парк за последние три месяца. Там уже снесли лишние ларьки. Торговые павильоны убрали и с набережной. А в перспективе планируется объединить пляжи Ривьера и Маяк пешеходным мостом. А уже сейчас идет работа по созданию концепции развития парка. Там сейчас приводится все к единому архитектурному облику. И самое главное, концепция до конца весны 2020 года будет разработана концепция на основании пожеланий наших жителей, граждан. Реконструкция парка Ривьера – это лишь один из десятков проблемных вопросов, который Капайгородскому удалось решить за 100 дней. Именно столько он на посту мэра курорта. Сегодня с журналистами подводит первые итоги работы. Репортерам десятков СМИ со всей страны глава города уже пешком показывает центр Сочи. Ну а после дает небольшую пресс-конференцию. Капайгородский отметил, что с первого дня работы он объявил курс на максимальную открытость власти и диалог с населением. Каждую неделю в каждом районе сходы граждан. Мэр проводит и личные приемы. Решение социальных вопросов во главе угла. Первое – это забота о горожанах. Вы сами знаете, что остро стоит вопрос о том, что у нас есть серьезная нехватка школ, детских садов. На следующий год уже будет строиться 4 школы, 4 детских садика. И, конечно же, упор, первая задача – это упор на социальную политику, на проблемы наших жителей. Сейчас в городе продолжается ревизия земель. Идет поиск участков для строительства школ и детских садов. Еще один важный вопрос – это благоустройство. В Лазаревском районе отремонтировано 5 мостов. Открыт новый сквер. Сразу в нескольких районах появились спортплощадки. Готовится и проект реконструкции центральной Приморской набережной. Поступает просьба от всех жителей, от всех госей, что набережная должна быть открытая. Уже создана рабочая группа. Эту рабочую группу сам возглавляю. И туда привлечены все необходимые специалисты для того, чтобы оценить как раз и земельные вопросы, и имущественные вопросы, которые уже долгие годы находятся на территории нашей дорогой набережной. Кстати, рассказал мэр, в администрации объявили конкурс на должность архитектора курорта. Хорошего специалиста и ищут по всей стране. Журналисты спрашивали Копайгородского об итогах курортного сбора, подготовке города к горнолыжному сезону и о развитии туризма. Задали и вопрос о самовольном строительстве. На сегодняшний день выдача разрешений и строительства на территории города прекращено, пока не будет наведен порядок в градостроительном плане. У нас с 1 марта будет утвержден уже совместно с жителями, с нашими правилами землепользования и застройки. Уже за этот год снесено 19 домов. 12 домов мы снесем в следующем году. А еще за последние месяцы больше трех тысяч дольщиков получили ключи от долгожданных квартир. Еще из итогов работы Копайгородского в должности мэра. Принято решение о демонтаже досмотровых павильонов на ЖД вокзале с обустройством парковки. Идет ревизия мостов в поселках. Также в городе составлен реестр рек, которые несут угрозу во время дождей. Ведется работа по расчистке их русел. На контроле и вопросы канализования. На Адлерских очистных закрыта проблема переработки илового осадка. На очереди в Зугинские. А еще в 2020 году по решению мэра сразу два музея истории и Островского ждет ремонт. Одним словом, за 100 дней работа проведена колоссальная. Здесь 24 часа в сутки мы работаем. Работают мои коллеги и все, кто находятся со мной. Потому что поддерживать вот эту красоту, этот порядок, этот прекрасный красивый город – это достаточно трудоемкий и серьезный процесс. В следующем году начатая работа будет продолжена. Как отметил Алексей Копайгородский, вопросов предстоит решить еще очень много. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.